Узнать последние новости, прогноз погоды и другую информацию из интернета. Говорящие приборы и тактильные подсказки призваны облегчить жизнь людям с нарушением зрения. К примеру, пользоваться компьютером слабовидящим помогает дисплей Брайля с синтезатором речи. Адаптированный для незрячих тонометры, принтер, проигрыватели, весы и другое специальное оборудование позволяет справляться с ежедневными задачами, экономя время и силы. Все эти технические средства и приборы приобретены в рамках проекта «Центр возможностей». Этот центр позволит инвалидам ознакомиться с этой техникой, научиться им пользоваться и при желании их заказать. Кроме того, здесь работает у нас специалист, который занимается обучением инвалидов по зрению, консультированием, обучением работе на этой технике. Это не первая идея, успешно реализованная Обществом слепых. Организация ежегодно участвует в конкурсах на гранты главы и президентские гранты. На базе предприятия «Электробытприбор» есть единственный в республике цех, где большинство рабочих слабовидящие. «Сейчас в данный момент наши работники собирают бельевую прищепку, собирают уголки для пластиковых окон. У нас есть ещё участок швейный, это внизу. Мы очень много шьём, особенно в этом году в связи с этой ситуацией. Мы активно участвовали в этой программе по оснащению лечебных учреждений и повязками марлевыми, и мягким инвентарём. Мы очень активно и противочумные костюмы, и халаты, и так далее». Работа по созданию безбарьерной среды для слабовидящих будет продолжена. По проекту «Центр возможностей» запланирован ряд семинаров в семи муниципалитетах, а финальным мероприятием весной следующего года станет Северокавказский съезд инвалидов по зрению.